Назад в Блэйкбэрри Sony возвращается к проверенным способам защиты. Чита экономичной микроволновки выносливий гепарда. Здравствуйте! В эти холодные постпраздничные дни предлагаем вам развлечься новым выпуском проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начнем с того, как одна компания вернулась в прошлое. Эта история была, пожалуй, лучшим новостным сериалом прошлого года. За развитием событий следил весь технологичный мир. И вот своеобразный эпилог или мораль сей басни. В конце ноября вся компьютерная сеть компании Sony Pictures была заблокирована. Все компьютеры были взломаны в результате масштабной хакерской атаки. Было похищено множество файлов с весьма и весьма конфиденциальной информацией. В новогодние праздники сейсадмины Sony явно не отдыхали. Им надо было почти с нуля наладить работу всех персональных компьютеров и всей компьютерной сети. Да и придумать, как бы уберечь любимую компанию от новых взломов тоже было бы здорово. Решение проблемы в общем было на поверхности. И мало кто удивился, что появилась новость о возобновлении использования сотрудниками компании смартфонов BlackBerry. Наверняка определенное количество устройств от канадского производителя было припасено на складах Sony Pictures. Так сказать, на черный день. Аппараты от ежевичников славятся своей защищенностью и хорошей работой сервисов по обеспечению конфиденциальности. Не прошло и месяца с момента, когда во время интервью гендиректор BlackBerry уверил всех, что смартфоны его компании самые безопасные. Данные при передаче всегда шифруются. У ежевичников работает сервис BES. Компания управляет серверами по всему миру. И даже лидеры западных держав носят в карманах именно эти телефоны. Пожалуй, возвращение Sony к использованию продукции данной фирмы – это отличная реклама. И, как видим, тут налицо выгода для канадской компании. Даже невыгодно, а можно сказать, и мотив. Пожалуй, и американским силовикам стоит добавить в список подозреваемых во взломе Sony Pictures еще одну строчку. Технический мир и вселенная гаджетов и прочих мудреных девайсов сейчас замерли. Все в ожидании грандиозной выставки в Лас-Вегасе. Так что пока просто расскажем о, вероятно, самом интересном роботе. Потому что самом быстром и при том весьма полезном. Робо-гепард уже побил рекорд. Причем человеческий. Эта самоходная конструкция из рычагов, сервоприводов и множества датчиков пару лет назад смогла пробежать стометровку быстрее лучшего бегуна планеты – Усейна Болта. Однако проект Чита продолжает развиваться. Еще бы. Ведь деньги в него поступают из Министерства обороны США. На днях инженеры из Массачусетского технологического института предложили вновь посмотреть, как же бегает первый в мире робот-гепард. Правда, не обошлось без инцидента. Одна из конечностей Читы вышла из строя. Руководство проекта не унывает. А рядовые конструкторы явно с грустью несли сломанную ногу в коллекцию разбитых и поврежденных элементов для Читы. Это ведь им придется собирать новую. Меня часто спрашивают, как Читы удерживает баланс, почему не падает. Я рассказываю о комплексе датчиков под названием Inertial Measurement Unit. Это связка гироскопа и акселерометра. Они работают почти как отолиты в вашем ухе. К слову, точно такими же модулями оснащены и другие разработки, военные. Это и беспилотные самолеты, и спутники, и баллистические ракеты. Однако нашлось в проекте Читы место и технологиям, которые сейчас становятся довольно доступны для обычных людей. К примеру, рама и некоторые элементы сделаны с помощью 3D-печати. Рама должна быть очень легкой и одновременно жесткой, ведь нагрузки при перемещении Читы серьезные. Кроме карбона, еще использовался кевлар. Конечно, робот-гепард придумывался не для беготни по стадионным дорожкам и не дабы доказать, что роботы быстрее людей. В первую очередь Чита-транспортировщик. Робот должен доставить груз или даже раненого человека в нужное место по пересеченной местности. Чита может преодолевать препятствия до 40 сантиметров высотой и при том не терять равновесие. Напоминаю, свежие выпуски вы всегда найдете в эфире 24КЗ на сайте телеканала или на наших страницах в социальных сетях. А на этом все. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...